доброго времени суток всем с вами рыбалка юрий продолжаю тему о паразитах для полноты восприятия рекомендую посмотреть две предыдущие видеозаписи первое как распознать симптомы присутствия паразита 2 где нас подстерегает опасность заражения ссылки на эти видеоматериал я опубликую внизу в описании под этим видео сегодня друзья поговорим о том как эти товарищи или быть может не товарищи приспосабливаются живут за насчет эти микробы вирусы бактерии простейшие как они маскируются в общем врага нужно знать в лицо хотя если вот по сути разобраться они нам не враги мы просто создаем для них комфортные условия вы знаете я вот даже далек от мысли что определение антипаразитарная или противопаразитарная программа верны потому что в этих словах даже нет так называемой созидательной энергии помните как мы против войны или мы за мир вот также позволю себе утверждение что мы за здоровый чистый организм и за максимально комфортные условия для жизнедеятельности наших здоровых клеток тканей органов систем в общем сегодняшняя тема в чем сила паразитов смотрим тема серьезная друзья поэтому ближайшие 10-12 минут попрошу ваше внимание еще такая небольшая ремарка детям беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой это видео следует смотреть крайне осторожно итак друзья в чем же их сила приступим адаптация к лекарствам первое что это значит что большинство паразитарных форм они привыкают к тем лекарственным средствам которые мы пытаемся применять я сейчас имею ввиду таблетки и прочие пилюли вот вы на картинке на ранка видите 657 штаммов бактерий приблизительно столько существует их разновидностей которые потенциально могут быть у нас это не значит что все и сразу вот допустим две три разновидности они микроскопические мельчайшие их особо то и не видно только лишь посредством специальных сложных анализов их можно выявить так вот многие наблюдают такой факт допустим организм чувствует себя нехорошо человеку прописывают антибиотики как правило при бактериальной нагрузке потому что на остальные паразитарные формы антибиотики особо не влияют и человек принимает буквально проходит несколько дней а все равно продолжается так называемый воспалительный процесс и требуется уже более сложное лекарство более сложные антибиотики наверняка вы обращали на это внимание и для того чтобы решить какой-то вопрос на фоне сниженного иммунитета требуется время и ладно бы это время еще и нагрузка на организм потому что антибиотики не очень хорошо работают на нашу микрофлору с нашей печенью очень хорошо поступают это вот люди которые в курсе знают наверняка поглощение антибиотиков вы знаете что грибки так или иначе ими даже питаются пенициллин на основе него делается очень много антибиотиков от что это пенициллина то тот же самый гриб вот он его и кушает по поводу поверхностной терапии скажу в двух словах что если у человека есть симптомы к примеру казалось банальный насморк да то прописывают какие-то капли в нос для того чтобы погасить симптом не для того чтобы решить проблему изнутри или допустим организм нам подсказывает выбрасывает на кожу всевозможные вот проявления экземы псориаза нейродермита фурункулеза и есть специальные мази цинковая мазь есть разнообразные формы там серной мази и так далее как правило в этих мазях присутствует гормональный компонент и это считается сильнодействующей матью и когда мы наносим на поверхность кожи это все консервироваться еще глубже внутрь понимаете мы вопрос особо то и не решаем они прячутся и при неблагоприятных для них условиях они впадают в режим так называемой спячки что это такое к примеру если есть условия среды для них некомфортные если мы их какое-то время не подкармливаем допустим решили мы отказаться на какое-то время от сладкого очень хочется но мы не едим знаем что понимаем трезво что это наши паразиты бросит этого сладкого и вдруг проходит там неделя-две они нас особо не беспокоит как бы адаптируется к этому состоянию организма а потом мы только съели хотя бы небольшую шоколадку они вновь получили как бы сказать глоток свежего воздуха та же самая кандида и она опять будет процветать хотя повторюсь в одном из видеоролика уже говорил кандида это такая штуковина в небольших количествах она присутствует в организме у всех но при благоприятных для нее условиях она опять просыпается и начинает всякие безобразия творить в организме вот допустим по поводу аскориды хочется сказать что 20 лет яйца аскориды могут находиться где-то в почве где-то в окружающей среде и они можно сказать тоже вот впадают в такой анабиоз и когда проявляются вот эти то есть попадает благоприятные условия температурный режим питания есть комфортные условия они опять просыпается потом появляются личинки цикл развития аскориды я чуть позже расскажу но вот даже сказать те же самые лямблии очень распространенная штука они могут жить в кишечнике есть печеночные лямблии которые блокируют печеночные протоки препятствуют желчи отделению это будет ощущение поташнивания ощущения боли в правом потребении при нажатии и когда опять комфортно им будет они активизируются едем дальше третья сильная сторона паразитов это сопротивление реакциям иммунитета что это значит друзья иммунитет наш не может распознать в них врагов по тем или иным причинам во первых некоторые маскируются прям в нашу клетку они внедряются внутриклеточные формы такие как трихомонады те же самые хламидии пренеприятнейшая штука друзья или инкапсулированное состояние то есть вокруг себя создают определенную капсулу они вырабатывают белки которые похожи на наши антигены которые вырабатывает наша иммунная система иммунитет их просто не видит они просто живут и паразитируют за насчет повторюсь что каждый из паразитов вырабатывает большое количество токсинов и в определенных состояниях даже бывает до полулитра в день в сутки у человека циркулирует стоком крови по организму и когда они закрепляются у нас в организме этого четвертая сильная сторона то очень трудно бывает на них как-либо воздействовать они во-первых откладывают яйца они очень плодовиты находятся не в форме личинок то есть личинки могут прикрепляться к слизистой кишечника у них есть специальные крючья цепляются табыча и свины крысиные цепни есть присоски определенные некоторые разновидности паразитов цепляется от этих если увеличить их под микроскопом то они прям цепляется к слизистой и понимаете даже вот механических надо как-то убирать или же периодическая паразитарная санация грамотно подобранными средствами около 20 тысяч яиц откладывает в сутки друзья это не в неделю не за всю свою жизнедеятельность в сутки откладывает самка аскориды и самки вообще достигают размера 20 25 сантиметров самцы до 15 сантиметров они паразитируют и в тонком кишечнике и в сердце и где угодно ну вот напомню все таки цепку развития аскориды когда к нам попадает воздушно-капельным путем вот яйца этой аскориды мы это все дело как бы сказать со слюной что-то прожевываем проглатываем и из этих яиц при определенном состоянии вот они приклеились к тонкому кишечнику соляная кислота желудка кстати не берет она для них не токсично то есть вот это яйцо ну как чешуя как броня как панцирь так называемый защищает это яйцо они приклеиваются к стенкам кишечника через какое-то время из них производится вот эти вот личинки личинка буря в стенку кишечника через печень через кровоток она попадает к легким устремляется и паразитирует на слизистых легких какое-то время потому что им тоже необходим кислород для жизнедеятельности когда накапливается так называемая слизь мокрота наши иммунитет старается отрабатывать старается это все дело выводить вот эти рефлекторные допустим там каши чихание особенно когда кашель мы откашливаемся так называемый мокрый кашель и вот мы не сплевываем вот эту слизь а наоборот проглатываем вот в этой слизи уже созревшие личинки они попадают опять желудок опять в кишечник и оттуда уже появляются половозрелые особи вот такой друзья цикл развития аскариды от 200 до двух с половиной тысяч яиц в сутки откладывает шестосома или же печеночная двуустка и либо аписторхоз аписторхами их называют это печеночный паразит как правило пути заражения это от кошачьих или же от речной рыбы или же от морской может даже рыбы если неправильно там она приготовлена или съели в сыром виде не позаботились о профилактике говорить о бактериях здесь всем друзья понятно скорее миллионами не размножается потому что они посредством деления происходит это все у них и опять же все это происходит при благоприятных для этого условия шестой пункт это продолжительность жизни друзья некоторые особи могут позволить себе паразитировать годами вы знаете некоторые из них питается поверхностью всего тела есть паразиты кровососущие которые находятся внутри они питаются всем тем что уже растворено в крови некоторые живут в кишечнике вот они впитывают питательные вещества всей своей поверхностью еще и вырабатывают к нам выделительную систему большое количество токсинов а если это попадает внутрь если это всасывается допустим тонком кишечнике нас всасывается еда в толстом вода и вот эти токсины буденем в жидком виде буденем в густом каком-то виде так или иначе их часть попадает в организм потихоньку забирает нашу энергию потихоньку нас отравляет и что получается вот для того чтобы полезное дать своему организму мы должны даже расскажу всю цепочку как я ее понимаю должны получить специальность окончить учебное заведение должны устроиться на работу должны поработать чтобы с нам за это заплатили деньги потом пойти за эти деньги купить что-то съестное прийти домой это все дело приготовить потом это дело еще тщательно переживать проглотить наши внутренние органы должны это дальше доработать наш желудок поджелудочная печень соки необходимо выделить потом это попадает в кишечник в тонкий там большое количество нашей микрофлоры здоровых бактерий тоже должны как-то отработать чтобы потом это попало уже в кровь они раз и как говорится все готовить понимаете вот не зря с древнегреческого переводится паразит это обедающий в гостях обидно правда то есть мы тратим кучу энергии ресурсов там для того чтобы питать наш организм они вот притаились незаметно и раз говорят спасибо очень вкусно было давайте еще так вот друзья анкилостомы 4 5 лет живут бактерии вирусы по-разному от 15 минут до 7 дней опять же если мы это осознаем мы примем профилактические меры и это все дело отступит иммунитет наш сработает и все будет хорошо дальше вернее напоследок уже седьмой пункт а сложная диагностика на нем чуть подробнее остановлюсь по поводу некорректного подхода друзья я сниму обязательно дополнительный еще видеоролик по поводу того как по симптомам вот допустим многие специальности врачей ориентируется по симптомам если у вас здесь есть болевые ощущения или если у вас показатели анализов таковы то вам определенная схема так называемого лечения который по сути опять же повторюсь направлен на снятие симптоматики вот это называется некорректный подход это все равно что знаете взять закрыть дверь зажать палец и с обратной стороны на этот палец дуть там чего-то бинтовать его мазать зеленкой нужно открыть дверь и достать палец если мы едем на автомобиле и у нас моргает красная лампочка заканчивается бензин то проще всего взять открыть бензобак и налить туда бензин а мы что делаем мы берем и обрезаем проводки чтобы это красная лампочка не мигала то есть мы устраняем симптом нет но не влияем на первопричину вот отсюда отсутствие полной картины происходящего откуда появляются они почему они адаптируются почему мы им позволяем паразитировать друзья это очень темный вопрос вот в официальной современной так называемой традиционной медицине это все тайна за семью печатями моя скромная задача немножко как бы сказать приподнять завесу чтобы я свое время это дело все изучил мне крайне важно крайне необходимо делиться вот с вами этой информацией чтобы вы тоже были в курсе потому что как говорится предупрежден значит вооружен ну и по поводу общих рекомендаций всегда так и говорят для того чтобы почувствовать то есть чувствовать себя здоровым спросите у любого врача скажите ему что нужно делать чтобы у меня не появилась вот там язва или не появились камни в желчном или не было кожных каких-то вот так называемых кавычках заболеваний вам любой человек ответит ну правильно питайтесь находитесь побольше на свежем воздухе там мойте руки перед и после еды в общем все вот эти общие рекомендации но вот как таковой конкретики в конкретику входит вот обязательно с утра пить воду обязательно следить за тем чтобы два раза в день опорожнялся кишечник это надо говорить любому врачу потому что не будет опорожняться кишечник на все системы будет нагрузка конкретно этому вопросу я уделил пристальное внимание видеоролики о симптомах интоксикации если вы его еще не видели посмотрите обязательно и напомню что вот вся информация которую даже вы сейчас слушайте она взаимосвязана нельзя посмотрев один видеоролик уже какую-то общую картину представляет для себя это будет слишком мозаично это будет как бы выдернуто из контекста обязательно посмотрите предыдущие видеозаписи по паразитам и следующую видеозапись которую публику будут по поводу профилактики там друзья уже пойдет конкретно речь о том как обезопасить себя какие шаги предпринимать верные в этом направлении по максимуму также постараюсь вам компактно это все дело изложить вы знаете каждый раз когда записываю очередной ролик потом его пересматриваю обращаю внимание вот это забыл сказать и сразу же хочется дополнить но в следующих видеозаписях если что-то я упустил из виду то обязательно воспроизведу ну а пока что ненадолго с вами прощаюсь друзья подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всех событий ставьте лайк если это видео показалось вам интересным или быть может полезным будьте здоровы до новых встреч